Проповедь И дает он это царство кому хочет Не зря мы так говорим Этот сопротивник даже Христу не постыдился сказать Дам тебе Освященное естество имеет совсем другое свойство При крещении священник несколько раз перед самым актом крещения Освящает воду и проводит крестом по воде Для изгнания нечистой силы из воды Освящение воды не от грязи Не от какого-то насекомого А от невидимых для нас сил Которые здесь находятся Ни одной литургии нет без меня Говорит дьявол Иногда вместо настоятеля стоит дьявол В виде осла Как же он освящает? Этого мы не знаем Но знаем, что дьявол трепещет и трясется Люди этого не знают Вот сегодня будет обращено внимание всего мира Именно на это Естество освящается Город потечет За освященной водой У людей У людей сегодня главный лозунг Жить Грешить Не болеть Вот для себя повторите и решите Не так ли я живу? Жить Все мы хотим Грешить Так прямо не говорим, что будем грешить Но грешим непрерывно Днем и ночью За столом За столом и выйди из-за стола Сегодня пастыри сказали Что в этом событии Которое называется Богоявлением Явлено еще что-то Но это Нигде Не говорят На это не обращают внимания Я нигде Этого не читал Ни у одного Святого Отца Никогда и нигде Хотя перечитал Литературы тонны Не килограммы А я бы выделил Что это Начало проповеди Для всех проповедующих Этот день рождения Как день печатника День рыбака День армии А этот день проповедника Почему? В Израиле был закон Раньше Тридцати лет Никто не имел права учить Сначала научись А в тридцать лет Это совершенный возраст До тридцати лет Считался отроком У нас некоторые Не достигли этого возраста Хоть и бороды длинные Но они еще отроки Человек ума набирается По крупице Долго учится У меня есть знакомые Закончившие высшее заведение И не одно И по второму И третьему кругу заходят Еще университеты заканчивают Мало так еще Двадцать лет практики И тогда Можно сказать Что Они что-то узнали А тут Уже и звонок Пора в путь собираться Евреи Это чли И это чли Святые отцы На шестом вселенском соборе Четырнадцатое Пятнадцатое Правило Четырнадцатое Правило Святых и богоносных Отец наших Да соблюдается И всем Дабы во пресвитера Прежде тридцати лет Не был ка полагать Если бы человек И весьма достоин был Но отлагать До уреченных лет Ибо Господь Иисус Христос В тридцатое лето Крестился И начал учить Подобный и диакон Прежде двадцати пяти лет И диаконисы Прежде сорока лет Да не поставляется Ибо диакон То поставляется Не прежде двадцати лет возраста Если же кто В какую бы то Не было Священную степень Поставлен будет Прежде определенных лет Да будет извержен Вот пресвитеры Не ранее тридцати лет А пятнадцатое Правило гласит А если все-таки Такое есть Извергнуть его Вот он стоит у нас Рукоположенный В ином месте И сюда Прибывший Иерамонах Один из тыковых Жди уреченных лет Уреченные лета Есть всюду Особенно если люди Сочетаются браком А если раньше Беззакония В каждом государстве Свои законы В Турции Девушка в двенадцать лет Считается созревшей Они скороспелые А у русских было В шестнадцать И иногда было Так придут Батюшка Они так любят Друг друга Дружат И поп венчал На три года раньше На это есть правило Другое Последствия Неисполнения правил Священники Диаконы И предтечник И предчетник За брак и венчание Таких лиц Кои не достигли Еще возраста Для вступления В брак Определенного Если дознано будет Что они не употребили Должных мер К дознанию Наказываются Без отрешения От мест своих Посылку И монастырь Священник На половину Того времени Сколько не доставало Брачевшимся До гражданского Совершеннолетия А дьякон И предчетник На половину Того времени Насколько Послан священник Но если До совершеннолетия Ее Доставало Более года То священник Отрешается От места И не заводится На причинническое По вышеозначенному Расчету Времени Облеченные В том же Преступлении Во второй раз Священнослужители По отрешению От места Определяются В предчетнике На полгода И более Смотря по обстоятельствам Дела А предчетники Посылаются В монастырь На половину Срока Не доставшего До совершеннолетия Или И совершенно Исключаются Из ведомства Духовного И обращаются В гражданское Для избрания Рода жизни Если были Уже судимы За неблагочинное Поведение И подвергались Высказанию Священнослужитель Того же Прихода Если не участвовал В таком Венчании Но знал О незаконности Венчания Не старался Воспрепятствовать Онному И не донес Немедленно Наказывается По усмотрению Ипорхиального Начальства Самый брак Считается Незаконным И недействительным Лица Лица Вступившие В брак Немедленно По отношению Ипорхиального Начальства С гражданским Местным Разлучаются От дальнейшего Сожительства Впредь До исполнения Полного Гражданского Совершеннолетия Определенного В третьей статье Десятого Тома Свода Законов То есть До исполнения Жениху 18 А невесте 16 лет Если По достижении Законного Совершеннолетия Разлученные Пожелают Продолжить Супружество Им Дозволяется Это Но Всем Случай Союз Их Подтверждается В церкви Установленному Для того Чиноположение Опитались Та Они От Алтаря Три года Придется Паскудному Рациону Жить Чтобы Хорошо Думали У евреев Сторожайшие Выполнялись Все законы Одного Дня Не Хватает Попробуй Выйди На Проповедь Тебе Уста Замкнут Мы Знаем Был Случай Что Один Мальчик 12 лет Знал Так Писание Что Задавал Вопросы И Давал Такие Ответы Что Поражал Учителей Израильских Вы Знаете Это Событие Когда 12-летний Христос Беседовал С Учителями Но Это Была Не Проповедь Это Мы Сылаемся Как На Божье Чудо Первого Своего Явления Тут Родители Пришли Скорее Его Забрали Может быть Испугались Уже Не Учил Ли За Нарушение Еврейского Закона Всюду И Везде Было Только Одно Смерть Никаких Сроков Ничего Не Было Смерть Сын Выруглся На Мать Смерть Всем Матершинникам Смерть Исход 21 Глава 17 Стих Кто Злословит Отца Своего Или Свою Мать Того Должна Предать Смерти И Вот Христу Исполнилось Тридцать Лет И Он Явился На Иордан И После Этого Веден Был Духом И Скушаем В Пустыне На Три Самых Страшных Вопроса Христос Дал Ответ Из Священного Писания Евангелие От Луки 2 Глава 46 47 Стихи Через Три Дня Нашли Его В Храме Сидящего Посреди Учителей Слушающего Их И Спрашивающего Их И Все Слушавшие Его Дивились Разму И Ответом Его Как Обыкновенный Сын Плотника Который Не Оканчивал Никаких Семинарий Мог Знать Тайные Глубины Писания Эти Тайные Глубины Писания Он Представил Как Экзамен Который Сдал Перед Сатаной Первое И Самое Главное Накормить Кто Накормит Кто Пообещает Хлеба Любая Революция С этого Начинается Как Об этом Говорил Жан Польмора Затем Люди Пойдут Сначала Накорми А потом Проповеды Бог Этот путь Отверг Второзаконие Восьмая Глава Третий Стих Он Он Смирял Тебя Томил Тебя Голодом И Питал Тебя Манна Которую Не знал Ты И не знали Отцы Твои Дабы Показать Тебе Что Не Одним Хлебом Живет Человек Но Всяким Словом Исходящим Из Уст Господа Живет Человек Люди Часто Используют Эти Слова В Заголовках Но Не Всегда Продолжают Но Всяким Словом Исходящим Из Уст Божьих Слово Исходящее Из Уст Божьих Зазвучало Как это Принято Сейчас После 19 Января Это Начало Проповеди Второй Сакральный Вопрос Был Пакша Поклонись Мне Речь Идет О власти Об Авторитете Каждый Пытается Показать Например Это Агитация Перед Выборами Какой Он Хороший И Что Он Может Сделать А дальше Патша Поклонись Мне Христос В Писании Ему Ответил Евангелие От Матфея 4 Глава 10 Стих Отойди От Меня Сатана Ибо Написано Господу Богу Твоему Поклоняйся Ему Одному Служи Это Начало Проповеди Сегодня Если бы У каждой Купели Сказали Кому Когда сатана Обольщает Нас Мы Должны Ему Дать Ответ При самом Начале Проповеди Христос Положил Основание Великому Течению Вот Евангелие От Иоанна 7 Глава 38 Восьмой Кто верует В Меня У того Как сказано В Писании Из чрева Потекут Реки Воды Живой У кого Евангелие От Иоанна 7 Глава 39 Стих Те Сказал Он О духе Которого Имели Принять Верующие В него Ибо Еще Не Было На них Духа Святого Потому Что Иисус Еще Не Был Прославлен Чрево И Вода А что Это За Вода Откровение 19 Глава 6 Стих И Слышал Я Как бы Голос Многочисленного Народа Как бы Шум Вод Многих Как бы Голос Громов Сильных Говорящих Аллилуйя Ибо Воцарился Господь Бог Вседержитель Андрей Кесарийский Толкует Что Шум Вод Многих Это Шум Проповедников Всего Мира И Орданские Воды Бесшумно Приняли В себя Спасителя Мира Но Раздался Шум Вот Многих Невиданные Силы То есть 2000 лет Звучит Проповедь Это Его Голос Сегодня Положено Начало Труда Для всех Проповедников Не Дальше Дальше чтобы говорить другим скажут некоторые есть такое выражение уча другого учусь сам иногда человек говорит и не делает и сразу вздыхает учу другого а сам не делаю увы мне вот это увы мне даже если слушаешь и не делаешь златоуст говорит и есть начало покаяния ты уже воздыхаешь уже стонешь а другой скажет судит меня совесть другого учу а сам не делаю имели я право говорить учишь не спи а сам спишь говоришь не пей вина а у самого губы красные от вина златоуст говорит можешь ли говорить о пощении когда чрево на два пояса приходится подвязывать значит в первую очередь взгляни как эти слова относятся к тебе далее сегодня услышали из послания апостола павла к титу послание к титу 2 глава 11 стих ибо явилась благодать божия спасительная для всех человеков мы знаем благодать которая дается нам в таинствах но особенно те которые даются нам когда более такие как соборование все идут помазаны выглядят как оладушки на масс личной неделе благодать и священно действия слова мы знаем священник благословил своей рукой совершил крестное знамение апостол павел говорит послание к римлянам 15 глава 16 стих быть служителем иисуса христа у язычников и совершать священно действие благословала благовествование божие дабы сии приношение язычников будучи священном духом с и освященно духом святым было благоприятным богу и сразу как только господь избрал учеников он сказала евангелие от матфея 10 глава 16 стих вот я посылаю вас как овец среди волков и так будьте мудры как змеи и просты как голуби не сказал идите по монастырям отрастите длинные волосы и спрячьтесь где-нибудь в пустыне или на островах а к вам люди придут и будут поклоняться не сказал что там кто-нибудь умрет мощи его законсервируйте а люди к вам будут идти обращаться и сказал что монастырский художник агапит нарисует образ божьей матери и будет он мироточить и люди от этого чуда будут обращаться и поклоняться этого ничего не сказано я хочу сказать что сегодня и вчера и просто не христианский образ научения ведут а антихристианский анти означает против не просто бы было упущение бог дал повеление содержать дороги в чистоте а я дорогу не рассчитаю не расчищаю и сказано исае 62 глава 10 стих проходите проходите ворота приготовляйте путь народу ровняйте ровняйте дорогу убирайте камни поднимите знамя для народов анти означает выходить на дорогу вываливать мусор это анти потому что было сказано иеговой сегодня относительно проповеди который бог призывает своих учеников православной архиереи и попы изощренно творят анти и это началось не сегодня специально издали законы никто-то а епископы никто не имеет права проповедовать кроме епископа а сам епископ имеет ли на это дар слова чтобы зажечь сердца людей чтобы люди могли после этого занудный и бестолковой проповеди сказать так же как апостолу павлу деяния апостола 2 глава 37 38 стихи услышав это они умилились сердцем и сказали петру и прочим апостолам что нам делать мужи и братья петр же сказал им покайтесь и докрестится каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа священники не имели права проповедовать несколько столетий вот как сковали слово божие почему оно должно быть из евангелия библию не переводили ее спрятали тысячелетия крещения руси отмечали а библию никто не знал только в 1876 году русский народ получил библию на русском языке когда люди получали живое слово бога они останавливались и спрашивали так какой же мы веры были до сегодня мартин лютер перевел библию на немецкий язык и романия мгновенно отпала от католицизма джон уиклиф перевел библию на английский язык и ангелем и англия мгновенно отпала поняли что идут в ад ян гус перевел на чешский язык чехия мгновенно отпадает нам дают на русском языке и у нас начался раскол мгновенный сектанты рождаются какие угодно почему пастырь не учили библия была скрыта шум вот многих не раздался вот этот пятый момент который никогда не подчеркивается никогда он был упущен день проповедника никогда не устанавливали в россии по его нужно установить прямо сегодня я думаю что у нас не случайно община основана на слове божьем и мы подметили что у нашей общины свой профессиональный праздник в каждое первое воскресенье после 19 января этот день нашей общины значит этот день наступает завтра а наше вообще никто не знает но будут знать и не потому что она хорошая а потому что она правильно основана на основании слова божия и это все пришло к нам сначала проповеди иисуса христа 30 лет он готовился к этому братья если хотите серьезно праздновать этот праздник начните готовиться я ожидал сегодня большего и не вышел бы сегодня на проповедь наслаждаться собрался вашими проповедями не зря же наш архиерей я рукоположил в нашей общине уже бывшим сразу еще трех новых частов чтобы они могли в храме во время благослужения проповедовать хотя и забился я в угол заглухонемых но мой меч всегда готов когда вы не кормите народ я просто вынужден подавать из своих запасников но вы не забывайте что я еще не умер хотя и скрывался скрылся староста общины сзади всех уткнулся но держит все на контроле как то вам рассказывал о святом трифоне первое февраля память его как он сидел задумался а дьявол в это время вышел из черной и собака идет он тогда палку взял и говорит ты думаешь что я уже и силу потерял и сразу привел ему место писания палку показал ему послание кримлянам 16 глава 20 стих бог же мира сокрушится тону под ногами вашими вскоре дьявол мгновенно хвост поджал и скрылся я еще не ушел и наблюдаю как готовитесь к проповеди на сегодняшний день мне кажется могли бы больше сказать могли бы что-то спросить этот день выхода христа из воды положил начало проповеди хотя он был положен несколько раньше на основании проповеди подготавливать народ иоанн креститель был великий проповедник проповедник это не тот который знает писание и передает какие-то истины но он видит недостатки пророческий глаз должен быть у старообрядцев исчезла обличительное слово они о себе позволяют говорить только хорошее мы всегда открываем наши недостатки сестры не слушаются и так далее значит есть жизнь как только обличение прекратится как у цикапартии было как только они вышли из-под обстрела критики у них все сгнило все пророки проходили с обличительным глазом евангелие от матфея 3 глава 7 стих увидев же иоанн многих фарисеев и садукеев идущих к нему креститься сказала порождение ехиднины кто внушил вам бежать от будущего гнева змеи я не вижу здесь людей гаденыши от настоящих змей родились порождение ехиднины вот кто вы такие дрогнули сердца людей да а теперь нужно омовение напоминаю для израиля омовение не было чем-то новым они постоянно этим пользовались нечистая женщина мужчина вымой одежду омойся и очистишься но то только плотская нечистота и анжа повел речь о духовной нечистоте о грехе евангелие от и она 1 глава 29 стих вот агнец божий который берет на себя грех мира простая фраза агнец для людей сегодня кто объяснит если они этого не знают мы должны объяснить что случилось грехопадение что в жертву был назначен агнец у которого не были повреждены кости чистый он был вымот держали его четыре дня с 10 по 14 нисана он делался как член семьи ягненка агнеца приносили в жертву это прозвучало и сегодня будет ли сегодня в храмах объяснено не думаю главное крест купить свечки осветить воду идите с богом ангел и хранитель вам дорогу а почему не сказать что такое агнец древний который не давал прощения и вот идет агнец божий тогда могли сразу и она креститель остановить и сказать что такое агнец если бы там стояли немцы русские они бы не поняли этого предложения это значит жертва за грех возмездие за грех смерть и нужна жертва прообразовательная она напоминала что за тебя должен кто-то умереть и вот является сын божий агнец не из-за тары лавана не из стадо якова а божий сошедший с небес божественный агнец теперь все анти направлено против этого считают что самое главное чтобы человек был хороший нравственный все религии направлены против агнца божия христос посылает учеников своих в начале своего земного поприще и в конце говорит идите по всему миру не сидите не монастыри строите не придумывайте никаких сообществ форму косички отращивать ничего этого не было он сказал по миру идите а сегодня все запечатали против меня лично у них одна проповедь кто тебя поставил учить на меня много статей писали и в центральных газетах ты мирянин какое имеешь право на обличение да я мирянин это будет вам обличение на страшном суде божьем а та женщина что приехала в страну израильскую кто и дал право на обличение господь говорит евангелие от матфея 12 глава 42 стих царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости соломоновой и вот здесь больше соломона немощное женское естество ее было преодолено ею она прошла пустыню с великими дарами чтобы послушать мудрости к вам сошел сын божий с неба и вы не идете послушать божественный соломон говорит златоуст предстал перед вами идти никуда не надо вы здесь рядом евангелие от марка 16 глава 15 стих и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари словом о крещении заканчивается евангелие марк говорит евангелие от марка 16 глава 16 стих кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет ради спасения человека сотворено все что есть горы и земля и воздух все освещено ким земля освещена его ухождением по ней и погребением водное естество тем что господь ходил по воде и был погружен и воздух освещен тем что вознесся воздухе так объясняет златоуст а что воздух освещает тут много пыльных веществ написано ефесянам 2 глава 2 стих в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего в воздухе духа действующего ныне в сынах противления цены противления весь воздух до определенного пространства был наполнен демоническими силами он его освещает а нам какая разница та разница что по грехам нашим не имеем право даже вздохнуть златоуст говорит что ты смеешься широко раскрыв рот и не боишься что бес вскочит тебе в рот будь все время на страже василий великий говорит сегодня слова которые священники хотели бы истребить он говорит так если священник не учит народ то он подобен идолу то есть если от него не течет вода реки живой воды потекут из чрева что означает реки живой проповеди идолопоклонство запрещено и так чуждайтесь идолов бойтесь идолов не подходите к идолам это не только истуканы железные но это священник не чужой а православный и только при одном условии его можно признать за настоящего если на ненастоящего если он не учит ты также позлощен и также паке безгласен как идол идол же говорить ничего не может целом сто тринадцатый стих тринадцатый есть у них уста но не говорят есть у них глаза но не видит у священника есть уста но тоже не говорят есть глаза а он не видит не читает не понимает что за состояние у народа есть ноги но никуда не идет сектанты идут по квартирам в двери и в сердца стучат священники самые настоящие идолы ироним стридонский говорит слова которые сказать боязно не о чужих наших православных священниках если не учат и живут не по евангелию то это суть антихристы а анти всегда означает против все это кирпичики престола будущего антихриста и мы слуги не христовы нужно подумать о том как строго иисус взыскивать с тех кто с ним не согласует своих действий желаний одно только слово противление христу делает из сына божьего наследника царства небесного этого человека сатаной только сейчас и только в эту минуту ты даже имя получил другое камень какой-то твердый я в это верю петр ты никогда меня не предашь я верю что слова мои не исказишь вот тебе ключи царства евангелие от матфея 16 глава 22 23 стихи отозвав его петр приказ начал прикословить ему будь милостив к себе господи да не будет этого с тобою он же обратившись сказал петру отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божие но что человеческое петр сказал слова жалости ко христу а не будет с тобой желая как бы отвергнуть его от искупительной жертвы жертвы сегодня люди придут за человеческим чтобы не болеть но стоят в очереди курят матерятся да они все там будут это антихристианство все это антихристианское общество и мы помолимся сейчас об этой несчастной толпе об этом обольщенном народе об этих пораженных и ехидных которые сегодня ползут купели очередь ехидно ползет священники не учат и потому суть идолы антихристы согласно святых отцов и это сходится со святым писанием и так благодать говорит апостол павел о святом апостольском чтении научающие пусть эта благодать научающая будет для каждого из нас соделает до конца свое дело и кто бы это не говорил как бы не учил а ты скажи для нас есть благодать врачующие нас освещающие через священство и еще есть благодать научающие это мы получили в иордане этот день праздник проповеди день проповедника аминь аминь спаси христос слава господу иисусу христу благодарю вас с богом я ухожу сейчас рулетку сразу аминь спаси христос аминь